Сегодня в Вестнике Северодвинска автобус со школьниками ушел в кювет, ученики 21-й школы попали в ДТП в Холмогорском районе. Ремонт в школе за счет родителей, как отказаться сдавать деньги, чтобы не стать изгоем. Из кранов исчезло холодное. Из-за серии аварий без воды остались полторы тысячи человек. В кювете оказался автобус со школьниками. Здравствуйте! В эфире Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан. Обычная экскурсия для учеников 21-й школы окончилась в областной больнице. В минувшую пятницу автобус с детьми слетел в кювет и перевернулся. Дети возвращались из Голубина. В салоне находились 22 ребенка и трое взрослых. Туристическая поездка в Голубинские пещеры закончилась для северодвинских школьников в придорожном кювете. Автобус с 22 детьми и тремя взрослыми сопровождающими перевернулся на одном из поворотов неподалеку от поселка Белогорский в Холмогорском районе. Только по счастливой случайности никто из пассажиров серьезно не пострадал. Детям пришлось не сладко. Они самостоятельно покидали лежавший на боку пас. Авария произошла в пятницу вечером, когда группа уже возвращалась в Северодвинск. Сегодня нам удалось встретиться с участниками злополучной поездки. Ребята говорят, водитель слишком быстро ехал по грунтовой дороге. Автобус повел в одну сторону, в другую и перевернулся автобус. То есть стекла вообще полетели. На самом деле испугались сильно. Еще он потом, то есть открыл двери и вместо того, чтобы помогать нам, он какие-то там бумаги и деньги собирал. Ребята там, которые вот совсем близко сидели к нему, они видели это. 12-летней Тане повезло. Она сидела в передней части пазика и успела ухватиться за поручень. Другие же дети попали под град осколков стекла. Одного мальчика сзади придавило оторвавшимся креслом. Серьезных травм, правда, никто не получил. Дети и взрослые самостоятельно добрались до поселка Белогорский. Там всем оказали первую помощь. Позже за ребятами прибыл другой транспорт. Всех доставили в областную больницу Архангельска. Первый осмотр показал, что у всех есть некие синяки, ссадины. Серьезных травм нет. У одной девочки было подозрение на ушиб почки, ушиб позвоночника. Мы переговорили с тем, кто может самостоятельно передвигаться, у кого есть транспорт и забрать детей. То это будет после 11. Вот 5-го числа в субботу. На сегодняшний день в больнице Архангельска остается лишь одна. Школьница-девочка получила более серьезные ушибы и в течение всех выходных находилась под наблюдением врачей. Однако и ее медики обещали выписать уже сегодня. Остальные дети в понедельник пришли на занятия в школу. О ЧП известили все профильные ведомства. Речь об аварии шла и на планерке у временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Орлова. Конечно, я не говорю о том, что тут надо всем кровь пустить, но то, что нужно провести работу, связанную с оценкой этой ситуации. Действия всех должностных лиц, начиная с директора школы, ответственно за выпуск, инструктаж этих преподавателей, которые сопровождали детей. Бессловно, водителя, который тоже капитан на борту. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Расследование уголовного дела продолжается. Уголовный кодекс за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предусматривает ответственность от штрафа до двух лет лишения свободы. Как стала известна, компания, продавшая тур школьной группе ООО «Голубина», пользовалась услугами частного перевозчика из Архангельска. Автобус был оборудован креслами с ремнями безопасности, но почему-то детей не пристегнули. Также, уже известно, к аварии привела именно ошибка водителя. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Елена Кудряшова больше не советник ректора САФУ. Экс-главу университета от должности отстранил Ломоносовский районный суд. Напомним, весной этого года Елену Кудряшову сняли с поста ректора. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями», связанное со строительством здания научной библиотеки имени Овсянкина. Кудряшова – доктор философских наук. Профессор прошла путь от ассистента заведующего кафедрой философии вуза. С 2010 года и до апреля 2015 занимала должность ректора САФУ. «Необходимо сдать деньги на ремонт класса». Об этом объявила классный руководитель на родительском собрании в 29-й школе. Мама одной из учениц отказалась и теперь боится быть непонятой другими родителями. Артур Ромих разбирался в проблеме. За четыре года обучения своего ребенка в 29-й школе Ирина Торговина сдала около 6 тысяч рублей. Бумага, мел, доска, косметический ремонт кабинета. В этом году дочь Ирины пошла в пятый класс. И, как всегда, первое собрание началось с вопроса материального. Первый вопрос был такой. Не то, что о родительском кабинете. Нам сразу говорят, что о ремонте. Давайте будем делать ремонт. Ремонт – это надо сделать потолки, стены. Если обсчитывать по квадратному метру, то получается квадратный метр, грубо говоря, 550-650 рублей. Это полностью с отделкой. Это снять штукатурку, побелить, по новой зашпаклевать. По подсчетам Ирины, ремонт обойдется в 10 тысяч рублей каждому родителю. Сдавать деньги отказалась и пообещала обратиться на телевидение. В ответ в родительском комитете намекнули, что это может отразиться на ее ребенке. Однако Ирина решила идти до конца и положить конец сбору помощи школе. Тоже сумма за комплект рабочих тетрадей составила 1361 рубль. Деньги необходимо сдать до 18 сентября. Деньги сдаем по старой схеме. Ирина не против помощи школе, но в разумных пределах. Если кто-то в состоянии проявить благотворительность – это его дело. На практике же родительский комитет раскидывает сумму поровну на всех. И если кто-то откажется платить, то остальным придется сдать больше. Это ставит родителей в ситуацию, когда не сдать деньги становится сложно. За ответами Ирина отправилась к директору школы. Ирина Николаевна услышала требования от конкретного родителя. Я бы хотела еще раз заострить внимание на то, что учреждение не собирает деньги на нужды школы. По словам директора, помощь в ремонте класса – дело абсолютно добровольное. Инициатива исходит от родительского комитета, потому претензии к школе не обоснованы. Вот только Ирине понятно, что сами родители вряд ли выступают инициаторами покупки мелков или школьной доски. Высказывались тогда, конечно, предложения, что хорошо было бы освежить потолок и стенки. Ну и на родительском собрании я действительно вот эти их высказывания о том, что хорошо бы освежить кабинет, я их озвучила. Директор школы пообещала, что проведет разговор с учителями, а также родительским комитетом. Вопрос сбора помощи должен быть действительно добровольным. Кто отказывается, не должны чувствовать давление от других родителей. Таких ситуаций, как отражение на ребенке, таких моментов, как неучастие с другими родителями в групповой помощи классному руководителю, тем самым в школе, ни в коем случае на ребенке не скажется. Своё право на отказ от добровольной сдачи денег Ирина отстояла. Для ее ребенка бесплатное образование стало реальностью, хоть и с помощью телевидения. Артур Ромих, Андрей Ряхин, Вестник, Северодвинска. В школах могут ввести новый обязательный предмет – финансовая грамотность. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции в Архангельске. Научить дружить с финансами призвана новая федеральная программа. Она рассчитана на три категории. Молодежь, которая только начинает самостоятельную жизнь. Людей с невысокими доходами. Они в поисках легких денег часто идут на риски и теряют все. И пожилых людей. Они чаще других становятся жертвами мошенников. В Архангельской области проект работает в тесном взаимодействии с САФУ. Каждая целевая группа, конечно, требует своего подхода. Но в целом мероприятие нашей программы можно разделить на три направления. Это обучение, информирование и защита прав потребителей финансовых услуг. В Архангельской области проект работает в тесном взаимодействии с САФУ. ВУЗ готовит учебные программы. А на федеральном уровне уже всерьез задумались о введении в школах новой дисциплины. Более полутора тысяч северодвинцев остались в эти выходные без воды. Из крана текла только горячая. Холодное водоснабжение отключили из-за течи на магистрали 19-го цеха. За прошедшую неделю в городе произошло около десятка аварий. Когда вернется холодное, выясняла Вера Белогородская. Ночь с пятницы на субботу стала действительно горячей. В выходные без холодной воды провели более полутора тысяч северодвинцев. В городе сразу три аварии на трубопроводах. Самое крупное повреждение в районе Орджоникидзе-3. Во избежание возможной дальнейшей течи специалисты 19-го цеха «Севмаш» отключили ряд домов от Карла Маркса до Первомайской. В субботу утром уже была отключена вода. И всю субботу не было воды, соответственно. А подключили воскресенье, но в какое время я не знаю, так как была на работе. Вечером была, а сегодня опять утра нет. Весь день. Другое повреждение коснулось трех домов по проспекту Труда. Также аварии произошли в районе Комсомольской, 8. А еще 500 северодвинцев, жители Южной 142, трех домов на Чехова и двух на Гайдара, в воскресенье также остались без холодной воды. Все это время, по словам жителей, в районы холодную воду подвозили. «Во всяком случае, это гораздо лучше, чем и во всех других странах, где мы сейчас смотрим по телевизору, где находятся люди совсем без воды. Тем более, что в 9 часов вечера в субботу обещали привезти воду в двор. Водовозка должна была прийти. Я не знаю, как люди ходили и брали. Мы лично не ходили, потому что у нас была питьевая вода куплена». Сегодня на Орджоникидзе новая авария. Также специалисты 19-го цеха утром приступили к устранению повреждений трубопровода на других участках. Причины серии аварий устанавливаются, однако уже есть первые результаты. При вскрытии водопроводного отвода, при открытии задвижки для того, чтобы определить точное место повреждения, выяснилось, что оно находится внутри подвала жилого дома. Причем визуально была видна разгерметизация раструба не в земле, а прямо в подвальном помещении. А это зона ответственности управляющей компанией. Все аварийные работы планируется завершить сегодня вечером. Водоснабжение будет восстановлено во всех домах. По словам жителей, за 50 лет такая крупная авария впервые. Сейчас специалисты заменяют участки труб в местах повреждения. Вера Белгородская, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. На массовые аварии отреагировали в администрации города на адреса, где люди сидят без холодной воды, выехал мэр Михаил Гмырин. Места аварии он осмотрел с начальником 19-го цеха Александром Кудряшовым. Все там разрыли и не контролируете ничего. Первое, что бросилось в глаза главе города – многочисленные разрытия. На ряде объектов нет ограждений, работников на объектах также нет. На это Михаил Гмырин указал начальнику 19-го цеха Александру Кудряшову. Если у вас проходит авария 4-го числа, а в выходные вы, как правило, не работаете, полтысячи народу находятся без холодной воды, подвоз вы там обеспечиваете, вызывайте бригады в выходной день. Аркадь, мы в выходные работали по продленке, вчера работали. Три повреждения устранено. Восстановлено водоснабжение полностью в Барджиникидзе. Тема была продолжена на совещании заместителей в администрации устранить аварии. В кратчайшие сроки Михаил Гмырин потребовал от своего зама по городскому хозяйству. На объектах сегодня были заняты 19 работников 19-го цеха и 7 единиц техники. До конца сегодняшнего дня коммунальщики обещали устранить все аварии. ГТРК приглашает принять участие в конкурсе «Ты репортер». Присылайте ваши фото и видео на электронный адрес, который вы видите на экране. Автора самых интересных роликов ждет подарок от нашей телекомпании. В Малых Карелах появился гигантский мизенский конь. Высота около 3,5 метров, в длину более трех. Идея северодвинцев – мастеров тайболы. Она родилась из сюжета мизенской росписи. Это красный конь на длинных комариных ножках. Предполагается, что деревянный жеребец простоит на поляне месяц, а на зимовку отправится в теплый ангар. Ну а теперь о погоде. Слово Вере Белогородской. В городе уже кружится разноцветная листва. Здравствуйте. После коротких анонсов расскажу о погоде на завтра. Далее в выпуске. Врезался в дерево и скрылся. Пьяный водитель бросил свою машину. Учат итальянский и планируют дегустировать вино. Клуб «Эль Соли» открылся в книжной гавани. День рождения праздновали всем двором. Именинник – дом на индустриальной 57. О метеопрогнозах на 8 сентября расскажет небесная канцелярия и спонсор рубрики «Торговая сеть медведь». Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора. Торговая сеть «Медведь». Завтра, по данным Гесметио, в Северодвинске ночью ожидается 9 градусов выше нуля. Днем до плюс 12. Пасмурно, дождь. Ветер северный, северо-восточный. Порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти. И к вечеру составит 757 миллиметров ртутного столба. А народное название завтрашнего дня – Наталья Овсяница. 8 сентября крестьяне заканчивали убирать овес. Последний овсяный сноб ставили в угол дома и хранили до нового урожая. Считалось, что он прогоняет нечистую силу и бережет хозяев дома от всяческого зла. Вечером уставших земледельцев кормили толоконной кашей, овсяным печеньем, блинами и киселем. А в осеннюю погоду о вас позаботится наш спонсор – торговая сеть «Медведь». Обувь для ваших ног. На этом все. Желаю осеннего, но не унылого настроения. До свидания. Вы смотрите «Вестник Северодвинска». И мы продолжаем. На крыльце проспекта Беломорский, 59, прохожие обнаружили тело 52-летнего мужчины. На трупе были следы от побоев. На голове глубокая рана. Личность мужчины установлена. Ранее потерпевший был судим и вел асоциальный образ жизни. Причина смерти устанавливается. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Три пятерки у нас суббара пошел к вам. Смотрите. Так точно. Руки за руку. Снимай всем подразделениям. Огонь 7, я Гомель. Передайте информацию. Дерево стало помехой для автовладельца. Сегодня днем «Опель» врезался в тополь на Карла Маркса, 48. Со слов очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали прохожие. Они и вызвали сотрудников ГИБДД. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением, и автомобиль вынесло на обочину. Двигался лихач со стороны морского. Со слов сотрудников ГИБДД, факта ДТП нет, так как ущерб причинен только автомобилю. К слову, его владелец из рук очевидцев вырвался еще до приезда инспекторов. 4-летнего ребенка госпитализировали с места ДТП. В минувшую пятницу ЗИЛ, выезжая со второстепенной дороги, не уступил водителю ВАЗ-12 модели. ДТП произошло на перекрестке Коротское шоссе с улицей Заводской. Установлено, водитель машины, в которой пострадал ребенок, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП получили травмы водитель автомобиля ВАЗ-12 модели, получил перелом носа, рану головы, ушной раковины. И пассажир автомобиля ВАЗ-12 модели, девочка 4-х лет, получил открытую черепно-мозговую травму. К административной ответственности привлекут и 41-летнего водителя грузовика, не уступившего дорогу, и 31-летнего отца ребенка, который управлял легковушкой под градусом. К сердцу замками для молодоженов выезжали спасатели в минувшую субботу. В металлической конструкции застрял 4-летний малыш. Спасатели гидроинструментом раздвинули части металлического сердца и извлекли ребенка. Его передали матери. Велосипедист едет по встречной полосе, не боясь столкнуться с автомобилем. Правила дорожного движения мужчина нарушает на перекрестке Советская-Пионерская. В комментариях под видео северодвинцы оставили записи о том, что мужчина ехал в алкогольном опьянении и выражался нецензурной лексикой. Об итальянской жизни из первых уст узнали северодвинцы. В городе открылся клуб «Эль Соли», что в переводе на русский означает «Солнце». Об этом и многих других итальянских словах рассказывает искусствовед в библиотеке «Книжная гавань». Накануне состоялась первая встреча. А впереди дегустация итальянских вин. Об обидном прозвище «Софи Лорен» северодвинцы узнали на викторине в итальянском клубе. «Эль Соле» открылся в библиотеке «Книжная гавань». На первом занятии горожане познакомили с культурой страны, посмотрели фотовыставку «Итальянский калейдоскоп». Также организаторы провели мини-урок итальянского языка. Около 30 человек пришли познать секреты Италии. Смотрел по телевидению новости Северодвинска. Вроде бы в четверг выходил выпуск, услышал, был очень рад, заинтересован, вот и пришел. Лично сам я еще в Италии не бывал, но послушая рассказы разных людей, наберусь опытом и в дальнейшем будет приятно съездить, уже зная, что там делать. Вот эта повседневность, обыденность настолько уже приелась, что хочется вот какой-то новизны, общения. Ну, во-первых, понравилась чем? Обстановка. Очень хорошая обстановка, доброжелательная. Очень понравились фотографии. Организатор итальянского клуба Алла Лосева. Искусствовед более 20 лет путешествует по Италии. Опытом теперь делится с северодвинсами. Планирует уделить особое внимание культуре виноделия. Возможно, итальянское вино члены клуба смогут продегустировать. Ну, не знаю, здесь это будет или нет, если нам позволят и разрешат. Потому что, ну, сама дегустация, это чисто символически, конечно. Просто вино разных регионов настолько отличается, что когда пробуешь это вино, то понимаешь, в чем разница и почему люди всю жизнь делали вино. С октября месяца я иду в полиглот на курсе итальянского. Я вот по тому сертификату, который уже играла, я сходила, начну занятия. Архангел-огородка Наталья Кривоногова будет учить итальянский язык на курсах полиглот в Архангельске, а знаниями делится с северодвинцами. С Аллой Лосевой познакомилась на вечере любителей Италии в Добролюбовке и приехала поддержать единомышленницу. Итальянский язык, он очень красивый, очень, так говорится, певучий. Он учится легко, он запоминается легко. И все-таки надо знать, если ты едешь в эту страну. Тем более, это единственная страна, в которой итальянский язык. В других странах итальянского языка нет. Если английский есть везде, то итальянцы гордятся своим языком. И когда ты будешь говорить на их языке, то, конечно, к тебе будет другое отношение. Следующая встреча в итальянском клубе состоится в ноябре. А в первых числах января организаторы планируют устроить итальянский Новый год. Вступить в клуб еще можно. Подробности по телефону 50 12 16. Евгения Карельна, Андрей Ряхин, Вестник, Северодвинска. Жители одного из городских дворов в минувшие выходные праздновали день рождения дома. Были и подарки. Им стал капитальный ремонт. За два года выполнили 90% работ. Поздравить жителей Индустриальной 57 пришли и соседи из других дворов. Песнями и танцами отметили жители Индустриальной 57 день рождения своего дома. В этом году ему 67 лет. Главный подарок – капитальный ремонт. Этот дом один из первых поучаствовал в программе софинансирования. За два года заменили электрические сети, установили общедомовый счетчик электроэнергии, отремонтировали кровлю и фасад здания. На условиях софинансирования, то есть жильцы вносили 15% от стоимости капитального ремонта. Печень работ мы тоже определяли на собрании. И вот спустя два года мы фактически сегодня почти принимаем работы. Почему почти? Потому что погода внесла коррективы. В Северодвинской четырехэтажке проживает 38 собственников. Цвет дома выбирали все жильцы. Зеленый цвет свежести, надежды и веселья. По словам жильцов, он подходит им. Весело они отмечают всем домам юбилеи, свадьбы и рождения детей. Когда уже стало подходить к концу, к финишу, и определился уже колер дома, вот такой насыщенный зелень, травянистая, яркая, необычная. Вы знаете, так радостно на душе выходишь, видишь дом и думаешь, как здорово, что у нас в Северодвинске все меняется к лучшему. На праздник жители двора пригласили певца Владимира Скицкого. Под его песней танцевал весь двор. Младшие его жители организовали выставку рисунков. На каждом дом именинник. На самом деле, вот теперь как раз вот этот дом показал о том, что если у собственников есть активная гражданская позиция, и они действительно являются собственниками не только вот формально на бумаге, но и фактически на своем доме, то можно навести вот порядок в своем доме и сделать его уютным для проживания. В планах совета дома – ремонт фундамента здания. Его начнут после окончания наружных работ. А пока жители дома сделали фотогалерею «Найди 20 отличий», где фото дома 57 сделаны в 2013 и в этом году. Ксения Кабанова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Вестник Северодвинска о спорте. Не так давно команды строителей «Севмаш» выдали упорный матч в Кубке города по футболу. И вот молодежь Анатолия Копнова вновь противостояла более опытным подопечным Николая Кулаковского. В чемпионате города по футболу осталось два несыгранных матча. В обеих встречах встречаются команды «Севмаш» и «Строитель». Арифметика очень проста. Для первого места строителю нужно выигрывать «Севмаш» два раза. «Севмашу» достаточно сыграть в ничью, чтобы вновь стать чемпионом города. Для игроков «Строителя» набрать шесть очков в двух матчах с «Севмашем» задача крайне сложная. Перед игрой многие сходились к мнению, что это из разряда фантастики. Но молодежь показала, что будет биться с более опытным соперником, и капитан «Строителя» Владимир Маркин открывает счет в матче. Позже Владимир забивает второй мяч ударом со штрафного, и команды ушли на перерыв. Во втором тайме игроки «Севмаша» завладели игровой и территориальной инициативой. Футболисты «Строителя» были вынуждены действовать на контратаках, и надо отметить, у них это неплохо получалось. Время стремительно улетучилось, а «Севмашевцы» так и не распечатали ворота соперника. Казалось, хозяева продержатся, но Дмитрий Нестеров сокращает счет. Спустя пять минут центральный защитник «Севмаша» Алексей Алонцев забивает из-за пределов штрафной и сводит матч к ничейному результату. А Максим Порошин, оставив неудел голки «Перастроителя», вколачивает третий гол и приносит «Севмашу» очередное досрочное чемпионство. И опять сегодня вы дали «Севмашу» бой, причем ввели в счете 2-0. Так вам нужна была сегодня победа еще одна, чтобы занять первое место. Чего не хватило? Командной игры не хватает, потому что у нас все на одних выносах, грубо говоря, играем, надеемся на нападающего, который хорошо за мяч нацепляется сегодня. За счет его два гола изобили, грубо говоря. Начали плохо, недооценили соперника. В результате первый тайм закончился 2-0 не в нашу пользу. Ну, теперь досрочное чемпионство. Это какой-то стимул, толчок. Не за горами уже и финальная часть чемпионата области? Ну да, конечно, досрочное чемпионство в городе немножко нас простимулирует. Сейчас будем готовиться к финальным играм первенства области и надеемся на лучший результат. 8 сентября в 18 часов на стадионе «Север» состоится заключительная игра чемпионата города между командами «Севмаш» и «Строитель». По окончании матча пройдет церемония награждения. Константин Мухин, Родион Саханько, Вестник, Северодвинска. В Болгарии завершилось первенство мира по шашкам среди юношей 2002-2004 годов рождения. Российские шашисты выиграли 9 призовых мест из 9 возможных. Северодвинец Георгий Таранин отметился на мировом форуме двумя наградами. Георгий Таранин в молниеносной программе занял лишь шестое место по программам быстрых и классических шашек подопечный тренера Анатолия Ярославцева. Дважды поднялся на перестал почета и тем самым завоевал две бронзовые награды первенства мира. Жители нашего города накануне в прямом эфире могли задать интересующие вопросы руководителю региона Игорю Орлову. Повтор программы «Точка включения Северодвинск» смотрите сегодня на канале «Россия 24» в 20.00. На сегодня это все новости. Обо всем интересном сообщайте по телефону 598-700 или пишите номер 8-911-0580-700. Наши видеоматериалы можно увидеть на сайте северодвинск.тв. До свидания. Моя профессия требует точности и внимания. Сидячий образ жизни и стрессы – особенность моей работы. Отсюда шейный остеохондроз, головные боли, бессонница. Но я хочу радоваться, жить полной жизнью. Поэтому полагаюсь на современную медицину и выбираю «Диамак». «Диамак» для лечения шейного остеохондроза, бессонницы, мигрени. Выгодная цена на «Диамак» только с 5 по 11 сентября. В аптеках «Фармация», «Здоровье», «Заводских аптеках» и «Аптеках 29.ру». У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Городская справочная. 8 800 158 55. Информируем обо всем. Бесплатно, оперативно, ежедневно. Хочу для садика. Хочу для школы. Хочу для прогулки. Торговая сеть «Медвежонок». Обувь для любимых детей. Бархатный сезон в каждый дом. Мебельный салон «Эспас» дарит скидки 20% на весь ассортимент. Гостиные, спальни, детские, прихожие, ортопедические матрасы любого размера. Спешите. Мебельный салон «Эспас». Железнодорожная 52. Южный для дома. Второй этаж. 20% в каждый дом. Только в бархатный сезон. Спонсор прогноза погоды – Восточный экспресс-банк. Надоели кредиты с кислыми ставками? Приходите в Восточный экспресс-банк. У нас сочное предложение по кредиту наличными. Все просто. Ставка по кредиту 20%. Восточный экспресс-банк. Во вторник, 8 сентября, в Северодвинске ожидается. Ветер северо-восточный после обеда сменится на северный порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 757 миллиметров ртутного столба. Весь день пасмурно, дождь. Температура ночью – плюс 9,11, днем от 10 до 12 градусов выше нуля. Спонсор прогноза погоды – Восточный экспресс-банк. Кредит наличными по выгодным процентным ставкам. Восточный экспресс-банк. Ленина, 8. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова